Курс на демократию США намерены создать коалицию для смены власти в Венесуэле. 3 марта 2019 года, 22. Георгий Масалов, Сергей Гусаров, Анастасия Румянцева. США намерены собрать коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что Вашингтон уже несколько десятилетий стремится сделать западное полушарие полностью демократическим. Намерение Соединенных Штатов свергнуть действующее власть и распространяется и государство за пределами региона, отмечают эксперты. При этом сам Альянс, как указали политологи, фактически уже существует. Это те страны, которые поддержали самопровозглашенного президента Хуана Гуаида. США стремятся создать коалицию для свержения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и передать власть провозгласившему себя временным главой государства спикеру парламента страны Хуану Гуаида. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Мы пытаемся собрать поддержку для мирной передачи власти от Николаса Мадуро к Хуану Гуаида, которого мы признаем президентом. Сказал он в интервью CNN. Я хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем образовать, чтобы сменить Мадуро, сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать. При этом Болтон подчеркнул, что на тему Венесуэлы разместил около 150 сообщений в Twitter. Это мой новый эксперимент в сфере публичной дипломатии. Суть в том, что мы пытаемся добиться поддержки мирной передачи власти от Мадуро к Гуаида, которого считаем президентом, отметил он. Также по теме. Формирует новую доктрину по Южной Америке. Москва указала на попытки США создать предлог для вторжения в Венесуэлу. На границе Венесуэлы и Колумбии продолжаются провокации в расчете на жертвы среди гражданского населения. Таким образом соединенные. Болтон также добавил, что Вашингтон не боится использовать словосочетание доктрина Монро. Напомним, эта декларация, провозглашенная в 1823 году президентом США Джеймсом Монро, закрепляет невмешательство европейских держав в дело государств Северной и Южной Америки. Эта администрация не боится использовать фразу доктрина Монро, сказал он. Со времен бывшего президента США Р.Т. Рональда Ригана задачей американских президентов было получить полностью демократическое полушарие. Как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, доктрина Монро бледнеет по сравнению с текущими действиями американской администрации. То есть доктрина Монро о том, что американцы должны никого не пускать в Южную Америку, бледнеет перед той доктриной, которая сейчас на наших глазах формируется и, по сути дела, означает, что американцы узурпируют право применять силу, где им заблагорассудятся, чтобы свергать режимы, которые их по тем или иным причинам не устраивают, сказал министр 27 февраля. Озвучил текущие положения дел. Фактически в определенной форме коалиция, о которой заявил Болтон, уже существует, отметил политический аналитик Международной мониторинговой организации. Станислав Бышок. Некая коалиция переходного периода, в принципе, уже сформирована теми странами, которые не признали новый срок Мадуро и фактически признали Гуаида временно исполняющим обязанности президента. Это практически все страны Америки, кроме Мексики, Боливии и Уругвая. В этом смысле Болтон озвучил не столько планы, сколько текущие положения дел, сказал он. А.Т. Бышок указал, что США заинтересованы в смене политических режимов не только в Венесуэле, но и в других странах, в том числе и за пределами западного полушария. Что касается желания смены режима, для США вообще характерно примотав вопрос о смене режима. Открыто говорят о необходимости смены режима в Иране и на Кубе. То, что Вашингтон говорит об этой заинтересованности, это не новая история во внешней политике США, добавил эксперт. Такое стремление менять политические режимы продиктовано принадлежностью Болтона к прослойке политической элиты США, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк. Также по теме бездавления и ультиматумов, Москва и Каракас призвали мировое сообщество отказаться от поддержки кризиса в Венесуэле. Жители Венесуэлы должны самостоятельно найти выход из кризисной ситуации, бездавления извне и ультиматумов со стороны других стран. Это группа представителей американского правящего класса, которые считают, что Америка должна возглавить мировую демократическую революцию. Эти люди всячески пытаются вернуться к практике смены режимов, отсюда провозглашенная им, Болтоном. RT – коалиция. Эти люди убеждены, что мировое общественное мнение должно одобрять то, что делает Вашингтон. Если кто-то не одобряет, это не мировое общественное мнение, сказал он в беседе с RT. Напомним, 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что дни политических режимов в Никарагуэ и на Кубе сочтены. Дни социализма и коммунизма сочтены не только в Венесуэле, но и в Никарагуэ и на Кубе, приводит его слова. В Венесуэле и по всему западному полушарию умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия. Гассекретарь США Майк Помпио отмечал, что Вашингтон будет помогать жителям недемократических режимов, помимо Венесуэлы, еще и в Никарагуэ и на Кубе. В самой Венесуэле указывали на попытку США использовать гуманитарную помощь как прикрытие для военного вторжения. Так, вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес в эксклюзивном интервью А.Т. отмечала, что, если бы Вашингтон хотел помочь населению страны, он не вводил бы санкции против Каракаса. Мы уже знаем из истории, что США использовали прикрытие гуманитарной помощи, чтобы ввести оружие в страны, где хотели свергнуть режимы. Также мы знаем, что в ситуации с Венесуэлой это была фальшивая гуманитарная помощь. Если бы США реально хотели помочь Венесуэле, они бы не блокировали страну ни экономически, ни коммерчески. Они бы не травили Венесуэлу. Все это лишь фарс. Они не ищут пути помочь, сказала она. Если они сдержат слово, то американские планы не реализуются. Планы по военному вмешательству в Венесуэлу не сработают, если соседние с республикой страны продолжат придерживаться позиции мирного урегулирования кризиса, отмечал 1 марта Лавров. Также по теме, американцам необходима смена власти, возможны ли новые провокации с гумпомощью на границе Венесуэлы и Колумбии. На границу Венесуэлы и Колумбии прибыла новая партия гуманитарной помощи. Об этом заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаида. Мы эти намерения, конечно же, видим, видят их и многие другие страны, в том числе непосредственные соседи Венесуэлы. И соседи Венесуэлы, и Бразилия, и Колумбия в частности, заявили, что они не будут каким-либо образом поддерживать планы вооруженного вторжения в эту страну. Если они сдержат свое слово и будут строго стоять на этой позиции, то, наверное, американские планы не реализуются, пояснил российский министр иностранных дел. 1 марта самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаида заявил, что ищет способ доставить в страну гуманитарную помощь из США. Оппозиционный политик опубликовал в своем Twitter аккаунты фотографии грузов и сопровождающий персонал в одежде с логотипом Агентства США по международному развитию. Сам он сейчас находится за пределами Венесуэлы, однако заявил, что вернется 4-5 марта и сразу же устроит демонстрацию. Предыдущая попытка доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, в сборе которой активно участвовали США, обернулась столкновениями между сторонниками Гуаида и правоохранительными органами Боливарианской республики. По разным данным, в результате конфликта на границе Колумбии и Венесуэлы погибли 4 человека, а несколько грузовиков с гумпомощью были сожжены.